В продолжение темы развития системы здравоохранения. В Бухаре проведена республиканская научно-практическая конференция, в центре внимания которой были актуальные проблемы организации экстренной медицинской помощи. Ведущие эксперты из США, Германии, России, Китая, Азербайджана, Индии и других стран выступили с докладами по актуальным вопросам в этом направлении. Экстренная медицинская помощь, само слово, звучит как оперативность и высококвалифицированность. И как продолжение совершенствования данной сферы здравоохранения было принято соответствующее постановлению президента. И как говорят, хороший врач не тот, который знает много, а тот, который узнает все новое каждый день. И в этом плане наши медики преуспевают, встречаясь на международных конференциях со своими зарубежными коллегами. Помимо обмена опытом, данная платформа предоставила возможность собравшимся узнать о достижениях экстренной медицинской помощи Узбекистана. В частности, звучало, что до 2021 года оказать полноценную помощь пациентам с пулетравмой и острой сердечно-сосудистой патологией было возможно лишь в областных центрах. На сегодняшний день уже налажена деятельность 39 подобных межрайонных профильных центров. Эти и другие реформы в сфере экстренной медицинской помощи получили высокую оценку экспертов. В последние годы я наблюдаю большие изменения в сфере здравоохранения Узбекистана. Каждый раз, когда я приезжаю в эту страну, становлюсь свидетелем внедрения инноваций в сферу, новых методов лечения пациентов. В частности, радует внимание уделяемое государством службе экстренной медицинской помощи, поскольку первая медицинская помощь, оказанная человеку, создаёт основу для дальнейшего лечебного процесса. И я рад услышать на этой конференции мнение самых ведущих экспертов мировой медицины, обменяться с ними знаниями. Отдельно были обсуждены вопросы повышения квалификации кадров. Я очень счастлив быть здесь и принимать участие в этой конференции. Мы можем обмениваться опытом, узнать о достижениях Узбекистана в сфере здравоохранения. Отрадно видеть, как государство мотивирует медицинских работников, делать сильный упор на качественное образование молодёжи. Несомненно, Узбекистан на правильном пути. В первый день конференции были выполнены высокотехнологичные малоинвазивные хирургические операции около 53 пациентам с участием опытных зарубежных экспертов. Это послужило своеобразными мастер-классами для местных врачей. Также это событие запомнилось нам открытием отделения токсикологии Бухарского филиала научного центра экстренной медицинской помощи. Участники конференции единодушны в том, что мероприятие стало ещё одним важным шагом на пути к дальнейшему развитию экстренной медицины Узбекистана. Ну а результаты насыщенных дискуссий, выдвинутых инициатив и предложений будут закреплены в специальном сборнике. Субтитры создавал DimaTorzok